Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мое новое видео! Меня зовут Дима, со мной мой друг Ваня. Сегодня у нас велодень в Киеве. Сейчас мы находимся в Ижгороде, будем встречаться в Киеве. Сегодня у нас очень большое мероприятие получается. Съезжаются со всей Украины велосипедисты. Сегодня реально крутой велодень. Поэтому, ребят, сейчас садимся вот на наши велобайки. Вот такой Ванни велик и вот такой вот велосипедик у меня, ребят. Вот. Я надеюсь, что он сегодня не подведет, а не выдержит это испытание, потому что сегодня сколько он протяженность? Ну, наверное, километров 30, да, сегодня будет покатать. Может, даже больше. Мы еще не знаем точно. Вот там стоят, ребята, уже небольшая велоколонна, с которой мы будем выезжать с Выжгорода. Ладно, ребят, все буду рассказывать по ходу. Сейчас уже не особо нет времени. Поэтому давайте уже дальше увидимся. Влог будет интересен. Погнали! Кстати, ребят, пока еще стоим, ждем всех остальных участников. Хочу добавить, что недавно я чуть ли не получил травму. Сейчас вставлю небольшую вставочку и смотрите, в принципе, что получилось у меня на ноге. Вот такой вот со всеми цветами радугами, короче, переливается вот такой синяк. Он прям, видите, с таким вот сюда. Это я так нормально с Таней покатал на набережной с ней. Если получится, то сейчас вставлю вставочку. Вот снимаю и все. Ого! Прикинь! Камера спасла! А я на тормоз снял! Прикинь! Да не, вроде. Ну, в общем, зрелище было еще то. Так, уже вроде бы все собираются. Уже и там велосипедисты, и тут ребята, короче, все стоят, ждут. Через пару минут, в общем, ребят, уже отправляться будем. Сейчас 8 часов 15 минут. Поэтому будем потом соединяться с главной колонной уже в городе Киеве на районе. Там возле места и администрации районной. Еще один мой друг будет. Сегодня будет спортивное видео. Ребята, все, мы уже едем. Классно. Погода сегодня, кстати, ну такая ветреная немного, но все равно вроде бы тепло. Мы едем самые последние, впереди вон ребята едут вот с той стороны, а мы едем позади с Ваней. В общем, мы пока немножко отстающие, но ничего, мы сейчас догоним их всех. Просто объезжаем трассу. Так намного, во-первых, безопаснее и, во-вторых, быстрее будет добраться нам к точке сбора следующей. Буду показывать вам по дороге, ребята, красивые места. Едем сейчас мимо дачных таких домиков. Это считается такой, так как у нас была такая трагедия чернобыльская, вот это считается чернобыльские переселенцы здесь жили. Ну и я думаю, что и живут и сейчас, в принципе, ребят, потому что из того прошлого здесь еще такие старые дома. В общем, вот такие вот старенькие улочки. Одним словом, пережиток небольшого прошлого. Но есть, конечно, и вот такие вот новые дома. Люди себе строят. Поэтому еще не все так плохо в нашей жизни на Украине. В общем, мы выехали на отличный местяк, на набережную. Смотрите, какой здесь вид. Мы останавливаться не будем. Сейчас вот подъехали, встретились с моим другом еще одним. Вот. Вот это Артур. Еще один друг мой. Харрай. В общем, сейчас мы всей вот этой компанией будем направляться уже на Софиевскую площадь, в центр города Киева. И там уже будем встречаться с основной колонной. То есть все вместе, по всем районам, кто съезжается, едут всегда в центр для полного сбора. Там, кстати, еще меня друзья ждут. Короче, куча друзей. Что ты молчишь? И себя умного строишь? Что тебе сказать? Ну ты довольный, что я тебя вытянул хоть? Я провокатор. Я тебя вытянул. У тебя вытянул. Да, ты что, нет? Это я тебя вытянул. Ваня, мы его вытянули, согласен? Вытянул. Да. Я Ваню вытянул, и тебя вытянул. Ну а когда бы мы еще встретили, чувак? Короче, это самое лучшее время, когда можно было вытянуть друг друга. Никак не могли встретиться. Вот пришел этот день, когда можно с друзьями встретиться, хорошо покатнуть, отдохнуть. В общем, и классно провести время. Пармазать. Что, вы домой сейчас? Нет, на СССР. Ты же говорил, домой поедешь. Ну меня переубедили. На СССР, а потом назад. Ну вот что, такое движение пропустить нереально. Видишь? Не, реально. Мы садим поедем, да? Конечно, мы все вместе туда. Я потом еще и в парк поеду. А, да? Конечно. Короче, ребята, все, кто сегодня планировал срезаться сейчас, прямо уехать, да, реально решили передумать. На всякий случай напоминаю, это не гонка. Вам не нужно никуда успеть, не нужно никого обгонять. Все всегда успеют. Еще один момент. Старайтесь не допускать разрывов колонны перед вами. Если вы видите, впереди вас свободное пространство, нужно доехать. Потому что потом из-за этих разрывов автомобилисты думают, что все, можно проехать и еду сквозь колонны. И что это заканчивается всегда плохо. Все, стартуем, ребята. Чтобы вы понимали, вот там начало колонны. Броды, готов? Я готов. Ей, брод. Давай, девочка. Капец, мы пока сюда отъедем, слышишь, колонна уже будет на сопивке. Начало, по крайней мере. Так, ребята. В общем, смотрите, какая колонна. Сейчас в данный момент вообще шумновато. Потому что мы уже выехали на дорогу. Смотрите, виды вам? Вон Артурчик впереди, мы держимся вместе. Ты уже подготовился к преодолению горки, брод? Конечно. Ха-ха. Здравствуйте. Короче, нас ждет сейчас такой нерезкий подъем. Но он будет ощутимый. Ребята, видите, что случается еще и по дороге? У человека прокололась шина. Ё-моё. Вон, смотрите, видите? К сожалению, такое бывает в дороге, но это всего лишь небольшие маленькие трудности. Сейчас человек залатает и продолжит маршрут. Все, ребята, поднимаемся в гору. И теперь я не буду уже с вами разговаривать. Все силы будут уходить на подъем этой горки. Я что-то рассказываю, подниматься проще простого. Да? Вообще на... Оно по тебе заметно. Знаешь, что мне нравится? Мне нравятся организаторские способности таких мероприятий, Артур. Отлично перекрывают дорогу и уступают дорогу велосипедистам. Понял? Это очень классно, чувак. Вот смотрите, вот, например, вот так вот. И мотоциклы. Впереди колонны едет полицейская машина. Она тоже контролирует наше движение впереди. Все подъезды, все перекрывают подъезды к нашей колонне. Все вот эти поворотики, съезды. И это очень классно. А еще здесь можно, ребята, встретить вот такие уникальные велосипеды, как эти. Все вы знаете, что у меня тоже есть машина. Ну, как бы, обычная. Но, видите, я еще и увлекаюсь велосипедами. Как? Ну, люблю катать, например. Я не профессионал, я любитель. Вот. Я сейчас представляю, как люди стоят в этой пробке, за рулем, в машине сидят. Ну, не знаю, это как бы их выбор. Мы выбрали сегодня покатать на велосипеде. Короче, походу, будем сходить на тротуар, потому что по вот этой подниматься реально не прикольно, ребят. Сейчас будем съезжать на тротуар, как люди делают. Возможно, идти пешком даже. Честно, ребят, признаюсь, я иду пешком, потому что реально очень сложно ехать по вот этому старинной грущатке. Очень тяжело подниматься вверх. Но я не один такой, мы идем все вместе, поэтому это не так грустно, как бы казалось. Вот, ребят, сейчас немножко отдохну и буду садиться и продолжать наш путь. Ребята, мы приехали на точку сбора, почти приехали. Находится она вот там. Артур, вот там реально куча народу, да? Я говорил, да. Я вообще... Это только мы ехали с одного района, колонна, у нас человек, наверное, 300 с велосипедами. А вы посмотрите туда, что там происходит. Вот это, ребята, Софиевская площадь. Очень красивая площадь в городе Киеве. Мне очень здесь нравится. Держи, мы, пошли. Я Артуру взял, я думал, ты взял. Ребята, знаете, чем еще круто? Тут еще мороженое раздают бесплатно, смотрите. В общем, прибыли мы сюда на точку локации. Здесь реально классно, ребят. Так вот, ребят, это только место сбора всех вот групп, всех колонн, которые будут в Киеве. И не только. Мы вообще приехали с Вышгорода сюда. А сейчас мы все собираемся, в общем, ребят, и едем в парк на левый берег. Я так понимаю, вроде этот парк находится. Вот, и все направляемся сюда. Там уже будет фестиваль, там уже будет концерт, музыка. Короче, очень будет классно. Сейчас перекусим мороженое и будем двигаться дальше. Мы уже подошли ближе к сцене. Вот здесь вот собирается само мероприятие. Смотрите, еще вот там вот человечек есть. Видите, в костюмчике астронавта. С ним фотографируется. Я думаю, ему тяжело и жарко ехать в этом костюме, ребят. Это жестко. Смотрите, как классно. Сходили в магазинчик, водичка затарилась. В общем, направляемся к Артуру. Мы у него велики оставили. Тут очень классно. Тут вообще тем, что мороженое бесплатно раздают. Сейчас мы еще пойдем возьмем мороженое. Мороженое. Самое главное, что оно бесплатно. На шару можно взять сколько хочешь. Кушаешь себе. Пойдем. Можно взять? Конечно. Мы чуть больше возьмем, потому что нас там несколько человек. Три-четыре штучки, ребятам, своим возьмем еще. Короче, ребята, тут не жадничают. Мороженое набрали на всех. Вот. Взяли еще ленточек дополнительно. И сейчас пойдем поделимся. Ну что. В общем, время старта Софиевской площади пришло. Сейчас будем направляться уже вот такой вот большой дружной колонной, ребята. Вот такой. Сейчас едем, направляемся в парк Дружбы Народов или парк Муромец, как его переименовали недавно. Думаю, по дороге что-то вам тоже интересное снять, показать, ребят. И, наверное, уже будем увидимся там, на той остановочке. Но еще буду снимать для вас, ребят. Поэтому не переключаемся, смотрим. Едем прямо по Майдану, независимости. Такая площадь у нас. Для тех, кто не знает, естественно. Прикольно. Ой, а сейчас участок будет сложный. Опять эта брусчатка, вот это вот из старинных камней. Есть в этой гонке и некоторые недостатки. Например, для людей, которые ездят на автомобилях сегодня, ребят. Для них в городе Киеве сегодня большие трудности. Поэтому как-то, если вы видите, автомобили в тянучке стоят постоянно в пробке. Но это наш день сегодня. Артур, конечно, смеется, ребят. Но сейчас такой момент настал, когда пошло сужение полос. Тут мы ехали по всей дороге, нам перекрывали. А теперь немножечко о грустном, ребят. Теперь мы идем пешком. И уже минут 10. Потому что очень много людей. Кто-то вообще на обочине. Артур уже задолбался. Не, задолбался. Не? Не. Не? Я пошутил просто этот раз. Да ладно. Просто действительно хорошо, что это как бы не велотрип. Это больше как пешая прогулка, да. С кучей, с руками, я думаю. Выгуливаешь велосипед, пацан? Я решил, как собачку вывезти до улицы. Но не проветривался. Короче, смотрите, я не знаю, видно вам или нет, сколько позади людей. Но вот, короче, вот так. А это только часть людей. Еще впереди. Но сейчас, я думаю, что мы это преодолеем по-любому. И будем подниматься на Московский мост. Вот там будет красивый краеведник. Если мы добрались до этого моста, да, Артур? Буквально на 3 секунды, сейчас снова останешься. Не-е-ет. Там уже оказывают скорую помощь. Колено разбила девочка. Мечально. Мечально. Я говорю, хорошо, что есть те люди, кто могут оказать первую медицинскую помощь здесь. Это очень важно. Так, мы разделились. Наша часть колонны. Первая часть колонны. Смотрите, даже отгорожена заборщиком таким, видите? Я вот говорю, ребята, чем прикольно в этот день катать на велосипеде совместно. Есть еще и, опять же, плюсы. У вас есть отдельная полоса, отгражденная заборщиком. Вот таким вот. Мы уже подъехали. Вот парк Муромилс. Наконец-то мы доехали. Было несложно вообще, в принципе. Вот. Единственное было неудобство. Это то, что приходилось останавливаться, иди пешком, так как много людей, много народу. Но сейчас мы где-то остановимся. Я с вами еще поделюсь впечатлениями. Что, друзья, в общем, мы уже подъехали. Вот это финиш, ребята, этого велопрогулки. Так, людей здесь очень много. Смотрите, все с велосипедами. Фудкорты, еда, водичка. Было бы странно, если бы без велосипедов. Ну, да, было бы, конечно. Пешком. А я, в принципе, по моему пути мы прошли пешком. Так что это, в принципе, нормально. Сейчас все-таки какая-то часть пути мы прошли, потому что было очень много людей. И из-за этого небольшие велозаторы были. Такие велопробки. Да. Сейчас посмотрим, поищем, может быть, что-то здесь интересного. Может, перекусить. Посмотрим, что по ценам вообще. По ценам, я могу сразу сказать, здесь будет дорого-дорого просто. Я даже дважды повторил слово. И километровые очереди. То есть, сейчас на сколько времени? Сейчас 20.37. Ну, короче, если мероприятие заканчивается где-то в полшестого, ну, где-то в пять мы дойдем, в принципе, до кассы и купим себе какой-то хот-дох. Вы поняли, да? Да, ребят. Короче, что мы подумаем. Мы сейчас посмотрим все-таки. Если что, так, наверное, поедем просто домой, возьмем себе мясо и будем отдыхать дома. Тем более, ну, реально людей очень много здесь. Вообще, настроение классное. Поэтому, я думаю, что на этом мы заканчиваем наш влог. Вот. Я надеюсь, что он вам понравился. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Ну, и ждите нового видео. Всем удачки, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok